К началу учебного года Министерство просвещения бросает силы на укрепление преподавания государственного языка. С 1 сентября в школах нацменьшинств, начиная с младших классов, начнется усиленное преподавание литовского языка, а все школьники, начиная с 11 класса, будут изучать литовский язык и литературу по общей программе. Уроки литовской истории, географии и основ гражданственности также будут проводиться на государственном языке. Для повышения квалификации педагогов предложены курсы. Однако национальные школы выражают тревогу, что укрепление государственного языка будет проводиться в ущерб родному. С этим согласны некоторые социологи. Так, профессор кафедры социологии Кауновского технологического университета Гедемин Насмеркес считает, что в Литве осуществляется скрытая политика этноцентризма. По его мнению, введение единого экзамена является дискриминационным, ведь в таком случае у представителей национальных меньшинств средних способностей будет меньше возможности попасть на финансируемые государством места в университете. В знак протеста против радикальных изменений в области просвещения около тысячи представителей нацменьшинств 2 сентября соберутся у президентского дворца. Участники акции выступят против насильственного введения двуязычного преподавания, против изменения программ в пользу государственного языка, против введения единого экзамена, а также протежирования литовских школ за счет национальных. В знак протеста против нововведений в польских школах формируются школьные забастовочные комитеты, которые намерены со 2 сентября начать стрейк. Похожая ситуация сложилась более века назад в городе Вжесни, когда, протестуя против насильственной германизации, в 1901 году дети отказались отвечать по-немецки. Школьная забастовка тогда перенеслась в русскую часть Польши и вскоре переросла во всеобщий стрейк. В нем приняли участие около 75 тысяч детей и в общей сложности около тысячи школ.